И к прямому эфиру Фридома присоединяются российские ученые, журналисты, политические деятели Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот, шаги кремлевского диктатора почти идентичны тем, которые делал в прошлом веке Адольф Гитлер. Такое мнение высказали историки проекта «Никогда снова». Андрей Андреевич, какие вы видите сходства? Ну, я бы увидел сходство это уже в марте очевидниче 2014 года в так называемой крымской речи Путина по поводу присоединения Крыма. Я назвал ее судетской речью, потому что это был просто кор... Я думаю даже, что ленивые спичрайтеры Путина просто перевели ему речь Гитлера по случаю присоединения судет. Там все те же гитлеровские концепции защиты соотечественников, право защищать не просто российских граждан, каждый государственный право защищать своих граждан, а русских, русскоязычных, наследников, живших в Советском Союзе и Царской империи по всему миру. Там же он выдвинул вот это, назвал нас, противников войны, национал-предателями. Это чисто гитлеровская формировка. В Советском Союзе называли противников иначе, враги народа. Вот это заимствование эстетики и символики Третьего Рейха, не случайно я согласен с экспертом, выступавшим до меня, что вот это таинственное, действительно удивительное для русских националистов использование как основного символа буквы латинского алфавита, это, конечно, подсознательная, а может сознательная апелляция к символике и идеологии фашизма. Тем более, что основным-то идеологом русского мира является некто Дугин, откровенный поклонник фашизма и эстетики СССР. То есть тут не нужно выискивать эти аналогии, они просто кричащие. — Скажите, а как этот Дугин проник, по сути, к Путину? — Ну, я не знаю, общаются ли они лично, но вот эта Дугинская нацистская философия, она, Путин же тоже не на голом месте появился. Идея реванша как третьей мировой войны с Западом, которую я называю четвертой мировой войной, как реванш за поражение Советского Союза в третьем, с аналогией, опять же, гитлеровской, вторая мировая, как реванш за поражение первого. Она уже муссировалась идеологами этого похода в 90-е годы, и Дугин был основным из них. Я думаю, что Путин постепенно заражался этой общей идеологией. Начинал-то он гораздо с более спокойных концепций. Начинал он как раз с очень искусственного использования именно мощи американской армии для решения проблемы безопасности России на Среднем Востоке, предоставив вторжение талибов в предприятие России. Вот эта философия элиты разделялась большинством людей в таких бастионах имперского мышления, как Министерство иностранных дел и Министерство обороны. Ну и Путин стал талантливым учеником вот этой философии реванша, и сейчас заразился ей до такой степени, что уже превзошел своих учителей. Я не знаю, известен ли в Украине уже вот этот слив завтрашней речи Путина. Он очень показателен. Если вам известно, поделитесь, пожалуйста. Или вы говорите о поздравлении народов и лидеров, которые сегодня... Нет, нет. Есть речь в телеграм-канале, слив, речь о которой он должен произнести завтра на параде. Она очень характерна. Там нет никаких конкретных мер, которые от него ожидают. Скажем, там, введение мобилизации, формальное объявление войны или поглощение в Российскую Федерацию вот этого Орду. Нет, он как бы поднялся над этими деталями. Оно как раз вот это имеет почти философский, почти религиозный характер. Такая именно Дугинская прокламация ненависти к украинскому народу и к Западу. Он внушает... Это все основное посыл речи. В 1941 году нас хотели уничтожить немецкие фашисты. Сейчас нас хотят уничтожить украинские фашисты, стоящие за ними Запад. Это экзистенциальная война для России. Мы должны объединиться. И, я цитирую сейчас, разгромить нацистов в логове. Логово – это, видимо, вся территория Украины. И покарать в том числе и их спонсоров и вдохновителей. То есть он не декларирует ни малейшего понимания той катастрофы, в которую он вовлек русский народ и хочет сделать его соучастником своих преступлений, объясняя, что не ему, Путину, грозит потеря власти, а, может быть, и жизни в результате его преступлений, а всему российскому народу. Вот это его последняя такая линия обороны – превратить Россию в такую сражающую крепость, окруженную врагами. Андрей Андреевич, ну а вот как вы считаете, к какому тогда финалу ближится Путин и близок ли этот финал? Ну, все военные эксперты сходятся во мнении в том, что через 2-3 недели, получив полностью то вооружение, которое Запад наконец решился предоставить Украине, и украинская армия перейдет в контрнаступление и сможет восстановить свою территориальную целостность. Вот это вот, мне кажется даже, что Путин это уже понимает. И он сейчас сражается не за империю, не за поколение Украине, а за свою политическую и физическую жизнь. Есть в чем проблема диктатора, который терпит военное поражение, но его снимают иногда довольно жестким способом. Его же, собственно, окружение, военные там или другие соловики. Вот сейчас он хочет избежать, он понимает, что такое поражение неизбежно, но он хочет внушить всему русскому народу, что это не его Путина поражение, а поражение русского народа. Уничтожение грозит не Путину, а народу. Вот это очень четко посыл этих двух страничек, это его послание завтрашное, и он очень опасен. Он показывает, на что пойдет теперь его пропаганда, зомбируя еще больше сознание русских людей. Андрей Андреевич, знаете, мы все будем ждать нашей скорой победы, и вашего дня рождения, если не ошибаюсь, в июне 30-го числа, вы в одном из интервью сказали, что к этому времени и война закончится, и Путина не будет. Ну вот, по всем моим прогнозам так, да. И, видимо, Путин это чувствует. Поэтому вот такие безумные мотивы в его завтрашной речи. Обязательно включимся и поговорим с вами 30-го июня о всех этих победах. Спасибо вам большое, Андрей Андреевич. Спасибо. Российский ученый, журналист и политический деятель Андрей Пянтковский. Субтитры создавал DimaTorzok